Они знают, где покупать. Ломбард Титан. Для всех и каждого. Об угоне, который похожие оперативники никогда не смогут раскрыть, заявил водитель девятки на дамбе Макария. Мужчина уверял полицейских, что угонщик не только скрылся на его машине, но и устроил ДТП с дорогим внедорожником, а потом благополучно убежал в лес. Насколько правдива история хозяина авто о невероятном угоне, разбирался наш корреспондент Павел Москвин. Это кадры с видеорегистратора водителя Тойоты. Со встречной полосы в него вылетела девятка. После удара у Лады вывернуло колесо, но лихач проехал еще несколько десятков метров и остановился. Затем водитель девятки убежал в лес. Там его искали два десятка активистов ночного патруля и сотрудники ДПС. Мужчина пытался спрятаться за деревьями, в сугробах и даже на заправке. Однако его задержали, и он придумал хитрый план. Якобы его машину кто-то угнал, а он прибежал со Слободского в Киров, чтобы найти злоумышленника. Андрей уверял, активисты и сотрудники ДПС задержали не того человека. Как видно, у внедорожника повредились оба левых крыла, левые двери, порог, зеркало, бампер и колесо. Также сработала подушка безопасности. У девятки тоже есть повреждения, но разница в стоимости ремонта машин явно не соразмерна. Впрочем, во время задержания Андрей об этом вряд ли задумывался. По крайней мере, по поводу спиртного Андрей не слукавил. Экспертиза показала, мужчина сильно пьян. А вот в обстоятельствах невероятного угона даже разбираться, судя по всему, никто не будет. В ту ночь Андрей не стал писать заявление. Теперь он будет отвечать и за ДТП в пьяном виде, и за скрытие с места аварии. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия. КОНЕЦ